Дорогие друзья, мы продолжаем говорить на тему сила отцовства и со мной в студии наш гость с Киева Александр Марченко. Продолжая вот эту тему взаимоотношений и влияния, скажем, мамы на развитие мужчины как отца, можно сказать, что отцовство не составляет оппозицию материнству и материнство отцовству, потому что это мы не конкурируем, мы не конкурируем, да, действительно мы не конкурируем, а что мы делаем? Мы опираемся друг на друга вот в этом, и действительно есть определенный вот компонент супружеского взаимодействия в воспитании детей, когда первое, ну, во-первых, наши отношения с женой, они показывают, это как некая модель, которую дети впитывают для будущей, своей будущей семьи, как вот моя дочь ответила, что я хочу повторить опыт своих родителей, потому что мне он нравится, и это очень интересно, очень важно. Второе, это когда мы понимаем, что мужчина действительно много времени проводит на работе, и так уже, ну, это стиль жизни, это устой, уклад жизни, который мы не можем сегодня изменить, и, наверное, не нужно его менять, нужно просто, опять же, понимать, какая роль мамы в этом, то есть, если мама, естественно, с детьми проводит больше времени, а я интересуюсь своими, своими детьми, то следующая часть моих взаимоотношений с женой, это когда мы общаемся относительно наших детей, детей, когда мы спрашиваем у нее, что ты знаешь о наших детях, почему, потому что у мамы очень много, она видит детей чаще, она с ними больше в общении, и она может нам дать вот тот ценный, ну, как, ценную информацию о том, кто есть наши дети, которую мы можем принимать, и уже основываясь на этом, действовать. Очень часто, когда мы задаем, я, например, задаю вопрос, там, Лариса, ну, как сегодня у детей, когда у меня не было возможности, например, с ними поговорить или еще, я говорю, как у детей сегодня, и она говорит, вот, там, с Алисой, и это, с Софийкой, вот тут вот, и я понимаю, что следующее утро я могу начать с того, что я похвалю, и скажу, молодец, у тебя вчера было что-то, и это уже мое участие, то есть, меня физически не было, но эмоционально я выражаю свой интерес, и она понимает, что даже если меня не было, я почему-то знаю, почему, потому что я, у нас с мамой хорошая связь, и еще очень важно, когда мы общаемся с нашей женой, это вот мы задаем этот вопрос, вот это в определенном смысле, это смелость мужчины, что ты хотела бы изменить в моем отцовстве, и нам надо быть готовым к тому, что вот этот честный ответ, это будет не оскорбление о нас как личности, а это будет желание улучшить нас как личность. И еще один момент, который происходит вот в этом, в этот период такого общения, мы выстраиваем, мы вырабатываем стиль воспитания, единый, один-единый, который нужен для ребенка, чтобы не было разногласий между папой и мамой, что можно, что нельзя, как хорошо, как плохо, какой устой жизни должен быть, какие правила должны быть, какой взгляд на эту вещь или на это событие. Я хочу только уточнить, вы говорите, что есть вина родителей, если ребенок свернул с дороги, то ли он уже зависимый от порнографии, то ли он попробовал наркотики, вы утверждаете, что это уже вина родителей? Что там тоже есть часть какая-то, то есть это не обязательно родители виноваты в этом, именно они, вот только они виноваты. Понятно, что могут быть ситуации, время, кампания, влияние, то есть вопрос, но в любом случае это вопрос, кто больше влияет, родители или группа подростков, от мнения которой зависит ребенок. Что происходит? Если дети не имеют такого уважительного внимания и внимательного отношения со стороны родителей, у них занижается самооценка. И заниженная самооценка, она проявляется в том, что человек начинает зависеть от того, что о нем думают, что о нем говорят. Почему? Потому что он сам не уверен в том, кто он есть. И вот если ребенок в семье, во взаимоотношениях не может определить, то есть его отношения с родителями не дают ему четкого понимания его ценности в его же глазах, кто он есть, он начинает себя сравнивать с теми, кто его окружает, и зависеть от того, что они о нем думают. И тогда он попадает в ситуацию, когда он начинает подражать для того, чтобы соответствовать. Но есть еще такое чувство любопытства. Есть чувство любопытства. Есть такое чувство, как поддался с облазну. Есть еще такое понятие, как искушение. Есть понятие искушение. И есть еще сила противостояния, искушение. Искушение. Несмотря на то, что на меня влияли, несмотря на то, что ценности во мне и совесть меня осуждают. Но смотрите, оно зависит, на самом деле оно зависит от того, насколько для меня слово и мнение родителей является авторитетом. Понимаете? И мой пример. Розочка, ей 12 лет. Но год назад, когда ей было 11 лет, она попала в очень сложную ситуацию у себя в школе. Одна из учениц класса. Ей родители на день рождения, ну вот 11 лет, подарили очень классный смартфон, безлимитный пакет с интернетом. И что начал делать этот ребенок, эта девочка? Она начала смотреть, прямо там в школе смотреть порнографию, фильмы какие-то, сюжеты, и показывать детям. И вот что происходит. Она показывает всем и зовет Розу, Розу тоже посмотреть. И когда Роза подошла и увидела, ее первая реакция – это грязь, это нечистость, это нечистота. И она отказалась смотреть и сказала, вы делаете неправильно. И что произошло? Когда один поступает, ну не идет вслед за толпой, он становится изгоем. И вот это… Это сильная личность. Да, и что получается? Вот эти дети, они начали ее травить. И когда она несколько дней прожила вот в этой травле, потом я вижу, что что-то с ней не так. Я замечаю, что у нее желание идти в школу пропало, у нее подавленное настроение. Я начал спрашивать, что тебя волнует? И вот опять, когда есть доверительные отношения, ребенок рассказывает. И она рассказала, поделилась. И я говорю, Розочка, это духовная война. Да, действительно так происходит в нашей жизни. И я хочу тебе помочь, и я могу помочь тебе так. Я могу прийти и поговорить с учителем, поговорить с родителями, я могу поговорить с директором школы или заучим на эту тему. Но с другой стороны, ты можешь это сделать сама. Что ты выбираешь? Вы знаете, она подумала, она говорит, папа, я сама, я хочу сама. И она сама провела, она пошла к директору, рассказала с учителем. То есть она все это поставила. А почему? Потому что дети начали ее уже так гнобить, они буквально подставлять. То есть они пишут матюки какие-то на доске. Учитель заходит, кто это? Они все, это Роза. Да, это жестоко. Да, это очень жестоко. Дети, они, наверное, более всех жестоки. Представляете, и вот маленький ребенок, она говорит, я сама. Я говорю, хорошо, мы молимся за нее. Мы вместе с ней молимся. Мы интересуемся, как кто, как кто. Даем совет, вот так надо сделать, так. И она сама прошла этот путь. Нас уже вызвала декан, потому что она уже все знала. Она вызвала нас, родители, и говорит, что будем делать. То есть вот такая ситуация возникла с вашим ребенком. Мы говорим, что ну как, надо просто, вопрос не в том, что нашего ребенка обижают, а вопрос в том, что дети, они разрушаются морально. Почему? Потому что то, что происходит, это нужно прекратить. И они это прекратили. И учительница, которая была классным руководителем, она говорит, я никогда не думала, что ребенок в 11 лет может победить всю эту ситуацию. И я понимаю, что она победила это только потому, что мы с раннего детства выстраивали вот эти взаимоотношения. И она закладывали ценности. И она, как вот это слово confident, да, то есть она уверена. И она уже, будучи маленькой девочкой, она знает себе цену, кто она есть. Замечательно, это потрясающе. И вот наша задача отцов, чтобы наши дети, они в доме чувствовали себя уверенно. И именно вот что самое интересное, что именно отец, то есть если мама, она воспитывает вот эту внутреннюю защищенность, эмоциональную какую-то, значит, уют в доме, то отец, он формирует уверенность, он формирует самооценку. А именно вот эта самооценка, это то, что потом помогает человеку прожить всю свою жизнь. И это то, что помогает, это тот стержень, который помогает человеку противостоять искушения. И когда мы говорим об искушениях, да, и если наши дети падают в искушение, это тоже вопрос нашего отношения. Почему? Потому что умение проявить терпение, и даже когда наши дети падают, понимать, что наша цель не добить его, когда он упал, а наша цель поднять его. Вот посмотрите, взаимоотношения, возвращаясь опять же к взаимоотношениям Бога и Адама. Адам и Ева согрешили. Они уже не имели никакого морального и духовного права находиться в присутствии Бога, потому что ничто нечистое не может находиться в присутствии Бога. И по идее Бог уже мог полностью взять и реализовать вот это наказание. Но посмотрите, что происходит. Бог приходит сам, он идет навстречу. То есть Адам и Ева упали, они должны быть наказаны, но Бог начинает свое общение с ними в этой ситуации не с наказания. Он приходит, он идет навстречу, он инициатор вот этого разговора по душам, когда мы должны понять, где мы находимся, что с нами случилось. И первое, что он говорит, он не с упреком приходит. Почему ты? Ты неудачник, ты там это сделал, то не сделал. А он начинает задавать вопрос, он говорит, где ты? Не ел ли ты яблоко? То есть он создает атмосферу вот этого доверительного разговора, когда можно поделиться своей проблемой. И он готов был решить эту проблему уже тогда, если бы Адам и Ева покаялись прямо тогда и признали свою вину. Это просто чудесный пример, поскольку речь идет, я говорю о психологии отца, это самолюбие. Я вспоминаю себя, когда нашему старшему сыну, ну, мы его воспитывали у нас своя славянская семья, и мы с женой только разговаривали на своем родном языке. И ребенок, который первый у нас был, следовательно, мы только с ним тоже разговаривали. Мы никогда не учили его английского языка, потому что нам внушили то, что если пойдет в первый класс, главное, чтобы он свой запомнил. А когда пойдет в американскую школу, так куда, там научится, куда он денется. И получилось так, что мы бедного ребенка, как с десанта сбросили на вражескую территорию. И он, бедный, оказавшись там, среди вот этой, ничего не понимая, даже не знает, как сказать, в туалет хочу. Ну, короче, он прохлопал там ушками целый год. И приглашает наша учительница в конце года, и говорит, у меня не очень хорошая новость для вас. И говорит, мы не советуем ему переходить. То есть он не усвоил материал. Не усвоил материал, и мы не советуем. Для меня это же пятно на всю жизнь, моей безупречной репутации. У меня, когда я хорошо учился, и так далее, и так далее. Это же такое пятно. Потому что я ассоциирую это с тем, что я прошел в школе. Я помню, если кого-то оставляли на второй год, но это же такой неудачник. Это уже стыдно. Это такой уже двоечник, скажем, с тех времен. Я думаю, ну неужели это у меня в семье? Что подумают люди? И вот этот момент, вот это, что подумают люди? И до тех пор, пока Господь мне заговорил с моим сердцем, ты думаешь о себе. В этот момент, когда ты должен думать о сыне, ты думаешь о себе. Это так, как холодную воду на вас, знаете, сразу в лицо, как пришел в себя. И я так думаю, вот так легко можно было бы поддаться, еще бы оправдывал себя. И как бы я потом бы обращался к своим сыном? Как с неудачником. Это ты виноват. Это ты мне историю мою спортил. Вот часто, вот я и думаю, родители вот так и ведут себя с детьми. Они как будто бы какие-то, то ли их позорят, то ли их поднимают. Они сами там должны справиться с жизненными обстоятельствами. И я так понимаю, это же мы виноваты. Вот это, что вы и говорите. Это, в частности, это же мы должны были признать свою вину. И, ну, слава Богу, так все получилось. То есть мы сказали, конечно, мы оставляем его на второй год. К настоящему времени он уже заканчивает high school, это среднюю школу. И у него замечательные результаты. И самое главное, это то, что, как мне Господь тогда, ты не думаешь за сына. И с тех моментов я просто понял, что каждый шаг я должен думать за него. Должен думать за него. Вот этот момент, о котором мы сейчас говорим, вот это откровение, которое Бог дал, это откровение посвящения. Почему? Потому что отцовство на самом деле начинается с принятия решения быть хорошим отцом и принятия решения участвовать в жизни ребенка в любых обстоятельствах, которые есть. И на самом деле, вот, ну, как, ну, имея опыт определенный вот в этой сфере, я могу сказать, что вот в этот момент, когда Бог открыл, что ты думаешь о себе, а не о нем, это был ваш момент посвящения. И я уверен, что каждому мужчине раз в жизни, минимум раз в жизни, раз в жизни Бог дает это откровение. И вот очень важно мужчине взять эту ответственность, вот взять это посвящение и сказать, да, я готов быть отцом в любых обстоятельствах, я готов радоваться за своего сына или дочь, и я готов краснеть за них. То есть для меня не будет обстоятельств, которые могут отдалить меня от моего ребенка. И посмотрите, когда 102-й псалом, например, мы читаем, и там характер Бога показан, и там говорится о том, что Бог многомилостивый, и Он отдаляет грехи наши, как далеко восток от запада. А что такое восток от запада? Вы будете идти на восток, и вы будете всегда удаляться от запада, потому что вы всегда идете. То есть получается, что Бог бесконечно, Он освобождает полностью от наших ошибок, приступков, которые мы осознаем. И вот задача отца – принять ребенка в том состоянии, в каком он есть. И порой это тяжело. Да, это тяжело. И помочь выйти из этого. Еще одно откровение, которым поделюсь для себя, я понял, то, что вы отметили, очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что это его дом, дом, уют. Часто я понял, и вырастая как бы тоже бывшим в Советском Союзе, я видел, как многие убегают из дому, но не в прямом смысле убегают, но предпочитают быть в этой компании, и для них это и является семьей, вот эти их друзья, их компания. Почему? Потому что он там чувствует себя таким, как он есть, естественным. Когда он приходит домой, он должен играть роль там хорошего сынка. Соответствовать правилам. Соответствовать правилам, которые уже выстроились в доме. И я вот однажды, ну, когда наш сын уже начал взрослять, этот вот период, когда он уже проявляется, его характер, и когда он говорит, нет, не хочу, а еще, когда у него еще такой темперамент такой горячий, и однажды он раз взорвался, взорвался, и моя жена, ну, так начала его просто, как ты посмел так. И я потом как бы отвел ее в сторону, и мы позже начали рассуждать. Говорю, слушай, это же, если мы сейчас не дадим ему возможности, вот чувствовать себя, вот реализовать себя, тогда мы вытолкнем. Пусть он, мы выдержим, мы выдержим. Но когда он освободил себя, потом, конечно, отозвать его в сторону. Ну как, давай посмотрим со стороны, как ты повел себя. Но не дать повода самому опуститься на его уровень. Очень часто, когда ребенок начал себя вести неуважительно, и родитель не замечает, как он тем же спровоцирован, тем же злом спровоцирован, и ты опускаешься на его же уровень. Если ты на высшем уровне, тогда докажи, докажи, выдержи, но не иди в тот же бой, размениваться теми комплиментами, теми словами такими. Ну вот я вспоминаю один случай, кстати, я, по-моему, да, я о нем тоже здесь в этой книжке пишу. Это однажды мы поехали на пикник, такой отцы и дети, рыбалка была, отцы и сыновья. Но я поехал один, меня пригласили провести семинар, поскольку у меня одни девчата, вот, то я поехал один, но мне было... Но семинар вы проводите не только для девчат? Нет, я семинар как раз-таки для отцов провожу, вот, и мне, ну, посчастливилось просто наблюдать, вот, взаимоотношения, отцы и дети, как они себя ведут, какие, то есть, я действительно видел отцов, которые, вот, они так бережно, они общаются, они вкладывают, вот это время используют, чтобы как-то быть поближе. А кто-то, ну, как бы так, ну, вот ребенок здесь, он там. И однажды там, то, что там произошло, это, для меня это очень было, показательно понять мир мальчика, да, в котором он живет, и что нужно делать отцу для того, чтобы мальчик вырастал воином, который может побеждать. И мы играли в волейбол, и играли отцы и дети вместе, в одной команде, и вот один мальчишка, у него постоянно не получалось подачу сделать, у него не получалось еще что-то, там, принять эту подачу, и он макнул рукой и сел на лавочку возле сетки. Я подсел рядом, потому что я так, ну, был, было такое вот призыв у меня, такое внутреннее побуждение, что сесть рядом. И я когда сел, говорю, ну, как дела? А он говорит, да, вот, все плохо, все плохо, зря я сюда приехал. Я говорю, чего ты зря сюда приехал? Говорит, рыба не ловилась, я не словил, играть у меня не получается, все очень плохо, дома лучше. Я говорю, а почему дома лучше? И выяснилось, что дома лучше, потому что у него там есть своя компьютерная игра. У него там все получается. То есть иногда мы можем запретить, сказать, не играй, не делай. А, например, я... Альтернативы нет. Альтернативы нет. И потом нужно понять причину, почему он там находится. А этот мальчик говорит, ой, он начал рассказывать, что у него там стратегии, он там войны ведет, у него целая армия, он там генерал, у него все получается. То есть он там чувствует себя победителем. Он чувствует себя реализованным. А мальчику тем более нужно чувствовать себя победителем. И вот вопрос, опять же, это практическая ситуация. Я отец такого мальчика. Мальчик играет в игру. Я вижу, мне это не нравится. И я ему запрещаю. Говорю, нельзя. Это не Божье дело. Так нельзя. И просто запрещаю. А можно просто спросить, а почему ты играешь? Поинтересоваться. И вот он начинает рассказывать. У меня там то-то... Я там борюсь со злом. Он там как бы... Ну, такая идеология этой игры. И я как отец тогда должен принять решение. Хорошо. Можно запретить. Но интерес будет оставаться. И что я делаю? Я наступаю на его вот это чувство собственного достоинства. Потому что он востребован. Ему все. А можно запретить. А можно подумать и создать реальную жизнь для этого мальчика. Реальные ситуации, где он может быть победителем. Победителем в игре. Спортивной какой-то. Победителем в соревновании. Победителем в том, чтобы достичь какой-то высоты. Там пойти вместе. Проплыть вместе. Словить ту же рыбу. То есть не словил. Ну, ничего страшного. Например, из его разговора я понял, что он не словил. Но отец как бы не отреагировал на это правильно. И вот у него эта досада. Я не словил. Ну, ничего, в следующий раз, не обращай на это внимания. У нас много впереди этих ситуаций, когда ты еще столько рыбы наловишь. То есть есть моменты, когда нужно ребенка ободрить, поднять. И вот мне Бог дал такое побуждение поделиться с этим мальчиком о том, что я, будучи мальчишкой, тоже играл. Но у нас не было компьютерных игр. Мы играли, делали мячи, мы играли в эту войну, потому что нам тоже хотелось побеждать. И потом я говорю, что мы никогда, я ему говорю, ты знаешь, в чем особенность нашей дружбы была? Мы никогда не оставляли в беде наших. Я говорю, вот твой папа сейчас проигрывает. И он увидел и говорит, папа, я иду. То есть он воодушевился. И потом я предложил, я говорю, отцы, послушайте, давайте сократим поле. Сделаем его короче, потому что с нами дети. Давайте подачи дети будут делать на расстоянии. Вы уже думали за ребенка. Да, мы уже начинаем думать. Думать за ребенка. И вот это очень важно отцу понимать, что мир ребенка маленького, он совершенно другой. Он отличается от нашего. И когда мы проводим время вместе, в игре, в общении, нам нужно создать такие условия, чтобы ребенок с нами не конкурировал, а чтобы он в этих условиях смог реализоваться и быть победителем. Чувствовать себя вот на высоте. Александр, большое спасибо. Большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. И я еще больше убеждаюсь в важности этой работы. Пусть вас Господь благословит. К сожалению, наше время истекло. Дорогие папы, я хочу обратиться к вам. Выслушав нашу передачу, напрашивается вывод. Самый главный, который я бы просто хотел сказать из всего этого, что отцовство – это не бремя, а это большая, большущая привилегия. И, следовательно, главное увидеть, что у нас есть возможность. Вот ребенок – это возможность тем, что мы можем просто стать тем самым близким, самым дорогим человеком на всю оставшуюся жизнь. Я, имея, возможно, не такой огромный опыт, как наш гость Александр, моему старшему сыну сегодня 17 лет, но для меня это огромнейшее наслаждение. Когда я вижу, что я участвую в жизни своего сына. И, следовательно, я хотел вас этим ободрить. Пусть для вас это не будет время, а пусть для вас будет это огромнейшая возможность, где бы вы хотели бы, очень захотели посвятить там свое время, самое драгоценное, которое у вас есть, посвятить именно его семье. Да поможет вам Господь и благословение вас во всем. Спасибо.